всем привет и с вами я михаил шилов автор проектов доктор шилов точка ком и корректура точка ру добрый вечер потому что у меня сейчас вечер на час 7 часов вечера октябрь сегодня 16 число то есть прошло полмесяца как я начал проект минус 7 килограмм за один месяц ну что ж результаты есть результаты нормальные то есть я начинал с 82 килограмм сейчас у меня 78 килограмм но и смотрите 4 килограмма ушло надо еще чтобы ушло 3 да то есть надо постараться до 75 дойти хочу сказать что все сложнее это дается то есть я не скажу что это сложно в плане достижения цели сложнее то что я начинаю переживать успею ли я это дело сделать у меня была программа минимум это дайте до 77 вот в этом результате я как раз не сомневаюсь что он будет а вот до 75 уже такой уверенности нету то есть на самом деле я могу это сделать я могу очень быстро согнать до 75 но неправильными методами то есть сев на жесткую безуглеводку на оставшееся время исключив там соль и из-за своего питания убрав все что только можно да и что называется там добавив огромное количество кардио ну это и не наш метод еще под конец до перед тем как стать и на весы там и показать там еще там и дюрить как-то долбануть на ночь не вот так чтобы избегаться ночью в туалет и все и тогда вообще проблем не будет да но на самом деле этого не будет я так делать делать не буду будет 77 начну и 77 но постараюсь дойти до 75 дело в том что и все идет о правильном что называется методом без экстрима без экстрима абсолютно скажу даже что в какие-то моменты я дисциплину питания даже слегка и нарушал то есть я и быстро это углеводы принимал был ты шоколадку ел и выпечку ну там дочка напечет отказаться невозможно вот на какие сейчас рычаги я добавлю нот акцент я вам в предыдущих видео подкастах рассказывал как поэтапно я добавляю какие-то моменты да потому что сразу все подключать это не так интересно получается от них эффекта не видно от чего конкретно достигается эффект это раз а два это довольно сложно по дисциплине вот а когда постепенно все это подключается все много проще поэтому обязательно посмотрите предыдущие видео подкасты и из этого проекта и оцените ситуацию а на чем я акцентируюсь сейчас но сейчас я опять говорю о том что я колораж убавлять не буду то есть количество килокалорий в районе двух тысяч у меня и сохранится но я потихонечку смещу его все будет все больше и больше буду смещать в сторону белка то есть буду колораж больше добирать белком и снижу количество углеводов вот так же я все-таки немножко немножечко совсем пониже количество солей вере соли как таковой непосредственно потому что соль я ем довольно много и я не приверженец тех кто говорит там надо соль убирать там вообще там 5 10 нет без соли вообще невозможно сил тоже пропадет она обязательно должна быть ну вот но у меня будет достаточное количество солей потому что я принимаю витамин минеральный комплекс вот что я никогда не отказывался делать это витамины и минералы я принимаю хотя я не сторонник спортпита то есть не фанатею от него как некоторые считают не обе вернее необходимы и обязательной сам частью применения спортпита на любом этапе достижения цели наращивают ли они мышечную массу не спортпит принимают снижают ли они весы это худеют они спортпит принимают то есть по любому полу жить спортпит нет я не сторонник такого я стараюсь вообще все на нормальной еде делает на человеческой правда она конечно у меня по мнению многих будет нечеловеческая потому что и жирного мяса у меня нету и такая она довольно аскетичная но хочу сказать что со временем достигаешь такого понимания и ощущений таких что вот такая простая еда то и кажется наиболее вкусной что ли наиболее правильной начинаешь в ней понимать всю фишку и это уже не на уровне над убеждения а может быть на уровне такого глубокого наоборот убеждения что именно это из-за того что считает что это правильно и это нужно это становится наиболее интересно и и другая любая еда которая смешанная не намешано черти знает что уже не приносит такого удовлетворения ощущение такое что-то как в помойные ведро накидали всего этого она все перемешалось перетряслось вот как этот контейнер ездит который собирает ящики помойные переворачивает и прессовывает там все перемешивается такое ощущение что желудок превращается именно в такую штуку когда и пихаешь него все подряд одновременно если уж пихать него всякий мусор в кавычках разумеется то отдельно стекло тару отдельно пластик отдельно все остальное вот разделять во времени совсем по-другому все воспринимается чем проще а продукт чем это более монопродукт тем в принципе получается лучше ночью и хочу добавить я немножко акцент на самодисциплину то есть на дисциплину именно в питании понимаете вот те кто следует по такому пути и пытается снизить вес и у него есть определенный режим питания старается ему следовать и вообще режим и план тренировок и питания никогда не обманывайте себя тем что если вы что-то сожрали лишнее то вы возьмете так называемый реванш у своей воли и у того что вы сожрали например тем что вы там больше потренируетесь фигня не работает это вот может можно убедить себя попытаться что это работает но работает это неэффективно и условно работает если вы создали дефицит калорий то откуда-то эти калории безусловно возьмутся но кто сказал вам что эти калории возьмутся именно из того что вы съели если вы нажрались жирного и сладкого кто сказал вам что именно то что мы съели будет утилизироваться когда вы будете в три раза больше бегать в этот день кто сказал вам что на это не растворяться ваши мышцы то что вы сожрали лишнего и там это перебрали сахаров она быстро все пошло в жировые депо что она оттуда выйдет когда вы будете тренироваться да не выйдет в итоге вы сожжете немножко мышцы и и почти ничего не уйдет из того сала который вы за этот день прирастили ну все то есть не обманывайте себя вот и и и я себя тоже не буду но то обманывать но я уже давно это было что фишку просек я себя так не обманывай если я уши отдаю там отчет все в том что я сожрал что-то не то что нужно то я конечно понимаю что бесполезно будет там в этот день что-то лишнее тренить там на сколько-то там часов можно конечно тебя и себя наказать подобным образом но эффективность эффективность этого деяния будет только в том что вы реально уберете часть веса но неизвестно счет чего может что-то мышц поэтому не совсем это правильное решение вот поэтому акцентируйтесь прежде всего на воле относительно диеты то есть нужно прежде всего следить за питанием нагрузки увеличивать особо не нужно я говорю их просто поменял в плане объем на такого кардио кардио и интервального тренинга сместил акцент и силовую подготовку тоже практически убрал как таковую если оставил силовую то в виде силового кросс фита и интервалов и даже когда идет у меня чисто силовой тренинг то я и делаю в виде супер сетов и три сетов там то есть фактически без перерыва идет такая круговая тренировка вот не вообще я думаю что со временем так и оставлю все это дело потому что развитие силовой выносливости и хороший памп и жесткость мышц для меня более приоритетный момент чем приращение мышечной массы и наращивание абсолютной мощные силы меня интересует больше сила относительная то есть относительно моей массы тела есть мне интересней уметь делать какие-то акробатические элементы управлять собственным телом подтягиваться большее количество раз чем имеет здоровенные мышцы огромную массу тела и при этом гораздо хуже над управляться с массой собственного тела в это понимание давным-давно уже собственно пришло пришла она связи с конечно занятиями боевыми искусствами потому что там это намного важнее управлять собственным телом не понимаете мы по жизни так устроены что мы должны управлять своим телом они штангой или гантелями вот поэтому собственно говоря вот я на это и переключусь силовой тренинг конечно оставляю потому что есть такие моменты когда приходится обязательно воздействовать и на предметы извне на того же противника когда мы делаем силовые броски там или нечто подобное мне вообще для жизни для работы чтобы можно было мешки с картошкой носить не знаю там вытащить из колеи машину вытолкать это безусловно то есть на предметы вовне надо воздействовать уметь тоже но здесь нормально помогает том числе и силовой кроссфит экстримом силовым и чисто силовым сантренингом на огромные веса заниматься перестала быть интересно но тоже несколько другая тема вот к а похудению на 7 килограмм за месяц она не имеет отношения вообще никакого вот резюмирую короче говоря дисциплина 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 в питании прежде всего потому что увеличение физической нагрузки не даст нужного результата в полной мере так как этого хочется ну вот собственно говоря и все и смещение в сторону белка чуть-чуть и уже наверное практически ничего и особенно подключать не буду правда запишу через какое-то время еще один подкаст там будет изменение одно забегать вперед я не стану обязательно посмотрите и все узнаете ну и потом будет в самом конце отчетец расскажу что и как было и да в следующем видео подкасте обязательно я расскажу вам еще про то что я ем что основой рациона стала но это интрига следите за выпусками всем пока